Добрый день, это программа «Слушайте доктора» у микрофона Вера Власова. Сегодня передо мной главный врач офтальмологической клинике «Созвездие», врач-офтальмолог высшей категории, офтальмохирург Алексей Замыров. Здравствуйте, Алексей Анатольевич. Добрый день. Говорить мы будем сегодня о болезнях глаз и способах их лечения главным образом с помощью глазной хирургии. И начать я предлагаю с хорошо знакомого всем недуга, как близорукость. Поясните, пожалуйста, что это такое, откуда близорукость берется и что с ней дальше делать? Очень большой вопрос. Но сразу скажем о чем? О том, что на сегодняшний день, к сожалению, по ряду причин, по ряду причин достаточно положительных, это все-таки рост численности населения и продолжительности жизни. Количество глазных болезней, как и других болезней, у нас, к сожалению, неуклонно растет. Близорукость в том числе. Близорукость относится к аномалиям рефракции, такой большой раздел офтальмологии. По большому счету проявляется близорукость в своей основе в виде несоответствия размеров глаза, оптической силе глаз. То есть у близоруких пациентов оптическая сила глаза сильнее, чем она должна быть. В результате этого данной сетчатки у нас не формируется четкого просто фокуса. Для того, чтобы фокус изображения переместился туда, куда ему положено, пациент вынужден пользоваться средствами коррекции. Как то очки, контактные линзы, ну и в том числе выполнение вмешательства по коррекции этой близорукости. Насколько я понимаю, бывают два вида близорукости. То есть первый – это врожденные. Даже я слышала о том, что близорукость может передаваться от поколения к поколению. С чем связаны вот эти изменения? И второй вид, насколько я понимаю, близорукости – это приобретенные. То есть как раз о чем вы говорите? Современные средства коммуникации, мобильные устройства, компьютеры, когда все время человек находится перед экранами? В большинстве случаев все-таки мы имеем отношение и имеем контакт с близорукостью именно приобретенной. Близорукость врожденная – есть у нас такая отдельная форма близорукости, но эта ситуация достаточно редкая, сразу скажу. И как правило, при врожденной близорукости мы уже вынуждены констатировать факт и что-то сделать, улучшить зрение у ребенка с врожденной близорукости зачастую бывает практически невозможно. Если же говорить об основной массе близоруких пациентов, это близорукость приобретенная, которая может быть наследственно предрасположена. То есть у родителей ребенка есть близорукость, вероятность развития близорукости у такого ребенка, соответственно, существенно повышается. Как правило, мы сталкиваемся с началом близорукости в возрастной категории детей от 7 до 11 лет, но и наиболее часто начало развития близорукости приходится как раз на ранний школьный возраст. Правильно вы все сказали, что на сегодняшний день информационная нагрузка и повышенные требования и задействованность зрительной системы в системе образования, они, конечно же, на процесс влияют. Помимо всего прочего, одним из основных факторов рассматривается фактор акселерации. То есть организм растет, организм растет людей выше среднего возраста, то, что раньше считалось средним, сегодня считается уже не таким высоким. Таких людей становится больше. По этой причине у нас, грубо говоря, идет асимметрия в развитии некоторых органов, в том числе это привести может к развитию близорукости. – Давайте начнем с того, о чем вы уже упомянули, то есть приобретение близорукости, возраст, как вы упомянули, 7-11 лет, когда, видимо, ребята, дети сталкиваются с учебниками, с книгами впервые, начинают усердно читать, близко держа книгу, насколько я понимаю, перед глазами. Честно говоря, вот так вот, я, конечно, верно, здесь не сделаю чего-то такого хорошего, но на сегодняшний день доказано, что пользование гаджетами на развитие близорукости влияние не оказывает. На развитие близорукости оказывает режим пользования гаджетами. Поэтому если вы гаджетами пользуетесь, читаете книги в каком-то режиме стабильном, то есть не так вот с утра до вечера и постоянно сидите при плохом освещении в неправильной позе, то такая зрительная нагрузка к развитию близорукости не приведет. – Не приведет. – Не приведет. Почему на 7-11 лет у нас на вот этот возрастной промежуток от 7, ну, будем говорить, до 13 лет, это у нас пик, когда ребенок начинает активно расти. И вот именно эти гормональные процессы, приводящие к росту организма, они и влияют у нас на несоответствие роста глазного яблока. – Глазки растут до 18 лет, да? – Глазки растут у нас, ну, будем говорить, до 15, но мы все-таки берем вот этот временной промежуток до 18 лет в запас для того, чтобы оценить, насколько близорукость у нас в течение последних лет была стабильной. – Если все хорошо, то да, с 18 лет уже можно разговор вести о возможности хирургической коррекции близорукости. – Алексей Анатольевич, разрешите такой культурологический спор. Все-таки в идеальных условиях, то есть хорошее освещение, если далеко держать предмет от глаз на расстоянии вытянутой руки, все-таки что будет безопаснее для глаз – книга или электронная книга? – Я думаю, что разницы нет абсолютно. – И давайте тогда, раз уж мы взяли этот возраст с 7 до 13, будем говорить так, лет, первые признаки близорукости, если человек замечает, что объекты в удалении некоторым образом размываются? – Основной момент в том заключается, что, как правило, дети на это не жалуются. То есть симптомы появляются субъективные. Родители обращают внимание на то, что ребенок что-то где-то не угадывает, не видит, путается. – Ну и проверки зрения в школе обязательно. – Вдаль щурится. И теряется успеваемость в школе, если он сидит достаточно далеко. Потому что дети иногда немножко комплексуют сказать родителям то, что стало плохо видно. – Поэтому еще раз повторю, зачастую обратить внимание на то, что зрение снизилось, он, к сожалению, вот так вот активно эту жалобу не предъявит. Поэтому здесь основной вопрос к родителям. Внимательно смотрите за своими детьми. Помимо того, как они соблюдают режим зрительных нагрузок, помимо всего прочего, как они видят, как они себя ведут. Есть ли признаки того, что у ребенка зрение стало хуже? – Угу. Если, не дай бог, конечно, обнаружили, что все-таки зрение стало хуже, проверили, зафиксировали, диагностировали, что дальше? Как эту проблему можно решить? – Дальше поход к офтальмологу. Вот и решение вопрос в необходимости либо уже коррекции оптической. – То есть очки контактной линзы? – Очки. Очки. Вот и еще сейчас в последнее время мы этот метод используем очень активно. Популярный метод во всем мире – это использование ночных контактных линз. То есть именно когда мы этим методом начинали пользоваться, основная категория и основная цель – то у нас как раз были дети от 6 лет. В плане замедления или остановки роста близорукости – это именно ночные контактные линзы. – В чем принцип их действия? – Принцип действия заключается в том, что внутренняя поверхность у этих линз имеет особый профиль, который подбирается под параметры глаза, который подбирается под степень близорукости, которую мы обнаруживаем у ребенка. одевается контактная линза на ночь. В течение ночного времени поверхность роговички от поверхности глаза, она меняет свой профиль. Меняет свой профиль таким образом, что близорукость компенсируется, скорректируется. И вот этого эффекта в идеале должно хватить на световой день. – То есть, насколько я понимаю… – То есть, день мы ходим, все нормально, все хорошо. Ребенок видит очками, не пользуется, все в порядке. И на следующую ночь снова контактную линзу одевает. – Выражаясь простым языком, как я это поняла, что линза в данном случае работает как некая форма, которая несколько корректирует хрусталик, получается. – Не хрусталик, она корректирует поверхность глаза. – Да, то есть, хрусталик – это у нас внутриглазная структура, а здесь корректирует вот то часовое стеклышко, которое мы видим на глазу. Это у нас основная преломляющая линза в глазу. Вот именно поверхность этой линзы у нас ночные контактные линзы и моделирует в течение ночи. – А в свое время были еще популярны очки, черные с дырочками. Это уже не используются, я так понимаю, да? – Ну, вопрос, если эту тему поднимать, то на сегодняшний день очки с дырчиками и всякие околопараллельные средства, механизмы, устройства – это не раздел официальной медицины. Вот. Поэтому обычно, если пациент приходит и спрашивает, а вот можно ли мне это, если я слышал об этом и знаю, что это вреда не принесет, и вижу, что пациент от этого не пострадает, пользуйтесь можно, а будет ли мне лучше – не знаю. – Угу. Не все каждый вы получите свой выход в своей отношении ситуации. Но в любом случае консультируемся всегда с специалистами. – В любом случае. – Обязательно им это говорить. – Да. – Идем дальше. Хорошо прописали вы, грубо говоря, вот эти ночные линзы ребенку, у которого наблюдается ухудшение зрения и проявление некоторых уже стадий близорукости. 13 лет. Что дальше? Когда ребенок взрослеет и этих линз ну либо хватает, но всю жизнь ты ведь с ними тоже не проходишь. – Линз переподбираются при правильном ношении, при соблюдении режима ухода, при эффективности линзы перепроверяются, переподбираются ежегодно. То есть так, пока пациенты хорошо переносят, пока они помогают ими пользуемся. – Угу. Если случилось так, что ситуация более запущена и подростковый возраст, имею в виду уже где-то 14, 15, 16 и далее лет, человек обращается именно в этом возрасте, что тогда вы можете порекомендовать? – Можем порекомендовать стандартные оптические средства коррекции, очки, контактные линзы, ночные линзы, они для любого возраста. То есть вот мы только единственное для себя определили, вот это основное направление для детей, потому что, ну, на самом деле эффективно. Вот, а так это можно использовать и в более старшем возрасте. – Угу. Если мы переходим к уже непосредственно следующей нашей под теме, это лечение близорукости с помощью хирургического вмешательства. С какого возраста это допустимо? Какие возрастные рамки существуют? Какие показания, противопоказания имеются? – По общепринятым рекомендациям хирургическая коррекция и близорукости возможно с возраста 18 лет и до 45 лет. – Почему именно такие рамки? – Это мы разговор ведем о коррекции, которая затрагивает вот как раз поверхность глаз. То есть мы не говорим сейчас о внутриглазных вмешательствах. Вот, потому что, как я уже говорил, до 18 лет мы предполагаем, что организм растет, соответственно, может расти близорукость. Если близорукость продолжает расти, а мы сделаем коррекцию, соответственно, дальше близорукость будет расти и окажется, да, на самом деле все зря. Это по 18-летнему возрасту. По 40-45-летнему возрасту в этом возрасте у нас существенно повышается риск развития возрастных глазных заболеваний, которые также могут повлиять на качество и остроту зрения. Соответственно, если мы в этой возрастной категории выполняем лазерную коррекцию, если мы говорим о лазерной коррекции, и у пациента в ранние сроки после операции вне связи с операцией, но в связи с возрастом развиваются какие-то болезни, получается, что мы операцию в какой-то степени делали зря. Не говоря уже о том, что если у пациента в этом возрасте после сорока лет развивается катаракта, это уже помутнение вот того самого хрусталика, то замена хрусталика сама по себе, помимо восстановления прозрачности хрусталика, она еще и несет корректирующую функцию. То есть мы можем за счет замены хрусталика скорректировать близорукость в том числе. То есть комплексный такой подходит. Ну да. И еще один момент какой в возрастной категории старше сорока лет, это возрастные процессы, которые происходят в глазу, по причине которых люди, у которых нет близорукости после сорока лет одевают очки для чтения. Потому что дальнозоркость развивается? Потому что это в простонародье называется возрастной дальнозоркостью, на самом деле это не дальнозоркость, есть такой специальный термин называется пресс-биопия. Это как раз нарушение зрения, связанное с возрастными изменениями опять того же самого хрусталика. Хрусталик становится очень твердым, уже не может приспосабливать глаз к зрению хорошему на близком расстоянии. По этой причине требуется пользоваться очками для работы на близком расстоянии компьютер писать, читать. Если в этой возрастной категории мы пациенту близорукому делаем лазерную коррекцию, соответственно мы его сразу обрекаем на необходимость пользоваться очками для чтения. Вот получается в некотором... Двойной эффект. Масло масляное, да. То есть от одних очков избавили, другие мы приобрели. Хотя есть пациенты на сегодняшний день, которые, несмотря на это, приходят к нам в возрасте от 40 до 45 лет и операцию все-таки делают. То есть сейчас появилась большая достаточная категория, это профессиональные, признанные непригодными пациенты, которые вынуждены делать лазерную коррекцию для того, чтобы вернуться в профессию. Угу. Есть такие, да. Да. Давайте теперь, пожалуйста, поподробнее раскроем суть лазерной глазной хирургии, в чем принцип ее работы. И вот еще вы упомянули о том, что сейчас мы с вами речь поведем исключительно об операциях на внешней части глаза. Поверхности глаза, да. Поверхности. И если я правильно понимаю, близорукость это как раз то, что на внешней поверхности глаза решать нужно эту проблему. Проблему близорукости просто проще так решить, технически проще и безопаснее. Потому что мы не входим внутрь глаза, соответственно, риски и вмешательства существенно они просто критически падают и получить какие-то проблемы в послеоперационном периоде с потерей функции здесь маловероятно. А эффективность? Эффективность крайне высокая. Эффективность крайне высокая, потому что на сегодняшний день вот эти поверхностные вмешательства лазерные на роговичке глаза, как я уже говорил, это самая сильная преломляющая линза в глазу человека, вот они на сегодняшний день являются сами широко используемыми уже с 90-х годов. То есть много-много таких операций сделано. Эффективность их очень высока, безопасность тоже очень высокая. И предсказуемость самая главная высокая, то есть процент попадания в желаемый результат очень высокий. О нюансах? Да, о нюансах. Методика заключается в том, что мы вот эту линзу на поверхности глаза у близоруких пациентов с помощью лазера ослабляем. То есть? То есть мы приводим в соответствие состояние оптической системы глаза и его длине, то есть чтобы фокус у нас падал туда, куда положен. То есть если роговичка у нас в среднем вот эта поверхность, вот это часовое стеклышко, которое мы видим, оно имеет преломляющую силу порядка 40-45, но не будем говорить каких единиц, чтобы никого не путать, то мы соответственно можем ее ослабить, уменьшить эту силу на ту степень близорукости, с которой к нам пациент приходит и за счет этого сделать коррекцию. То есть по сути дела это эффект, но это на самом деле, то есть это не лечение. Еще раз повторю, это основной момент, и с чего мы начинаем разговор с пациентами, которые приходят к нам на лазерную коррекцию, это не лечение, это коррекция именно. То есть мы не лечим никакую болезнь, мы не устраняем ничего в глазу лишнего, мы просто изменяем силу глаза за счет лазерного естества. – Пожалуйста, не лечение, а коррекция. В этом случае требуется еще какое-то вспомогательное лечение? – Нет. – То есть одной коррекции можно, по сути, проблему в идеальной ситуации решить? – В идеальной ситуации, если нет других изменений в глазу, тогда да, все решается коррекцией. Дело в том, что внутри глаза, и что часто сопутствует достаточно близорукости, у нас страдают помимо всего прочего еще и внутренние оболочки глаза. – Из-за перенапережения мышц, да? – Нет, не из-за перенапережения мышц, а именно из-за несоответствия размеров глаза, его возрастным значением, возрастным нормам. Дело в том, что у нас ткани есть в глазу, которые достаточно легко деформируются и растут, и при этом ничего страшного не происходит. Есть ткани, которые за ростом вот этих более эластичных тканей не успевают. В результате этого во внутренних оболочках глаза формируются изменения дистрофического характера. Это зоны, в которых внутренняя оболочка слаба, тонка. И определенного рода воздействия провокации в этом месте могут приводить к возникновению разрывов. А сетчатка, еще раз повторю, это самая внутренняя оболочка глаза, это самая важная структура в глазу, потому что именно в ней формируется зрение. То есть это как матрица в фотоаппарате. То есть ее нет, глаз не видит. Соответственно, если какие-то проблемы с сетчаткой возникают, то это в любом случае отражается на зрении. И вот если при таких изменениях, связанных с близорукостью, формируется в сетчатке разрыв, это может привести к такому серьезному заболеванию, как отслойка сетчатки с потерей зрения, с необходимостью выполнения сложных хирургических вмешательств. В любом случае мы перед тем, как пациента брать на операцию на лазерную коррекцию, проводим полное обследование. Если выявляются такие изменения, то мы выполняем лечение. Уже это будет лечение профилактическое. Есть в виду отслоение сетчатки конкретно? Здесь момент такой. В большинстве случаев, конечно, отслоение сетчатки – это пугающий термин для пациентов. Да, на самом деле. Мы все-таки к запугиванию пациентов не прибегаем. То есть мы все-таки им говорим, что нет, это не отслойка, это дистрофия. Но эта дистрофия в итоге может привести к отслойке сетчатки, поэтому лазером, но это уже другим лазером, а не тем, которым мы корректируем близорукость. Мы выполняем профилактическое лечение, которое на зрение влияния никакого не оказывает, но существенно снижает риск вот этих проблем, которые могут возникнуть на фоне близорукости. И эту услугу тоже можно получить в клинике с везде? Да, в обязательном порядке. Да, возвращаемся, Алексей Анатольевич, к процессу подготовки к операции. Вы уже указали, что обязательно конечно же требуется консультация у ваших специалистов в клинике созвездия. Что дальше? То есть офтальмолог, врач принял решение и сообщил о нем пациенту. Неправильно. Значит, еще один важный момент, о котором мы пациента предупреждаем, поскольку метод относится не к лечебным, а к корректирующим, ну, по сути дела, для сравнения косметической операции. Пациент принимает решение, делать операцию или нет самостоятельно. Задача врача в данной ситуации обследовать полностью пациента, оценить степень рисков, прогноз, особенности строения глаза, рассказать об этом пациенту. Если нельзя делать, доктор скажет, что нельзя. Но если можно делать, доктор так и скажет, да, вам сделать можно. В каких случаях может быть нельзя? В тех случаях, когда мы видим, что снижение зрения не скорректируется лазерной операцией. То есть бывает, что у нас при близорукости то же самое, если мы берем врожденную близорукость, как я уже сказал, лазерная коррекция при врожденной близорукости, как правило, уже помочь не может, потому что глаз правильно не развился из-за врожденной близорукости и зрение там не сформировалось. Противопоказанием к выполнениям лазерной коррекции у нас является ряд заболеваний, то есть не будем здесь озвучивать, чтобы никого не пугать, но есть ряд заболеваний, при которых лазерная коррекция нежелательна, потому что риск возникновения проблем каких-то в послеоперационном периоде, он, к сожалению, более высокий, чем это бывает в стандартных ситуациях. Ну, например, скажем, сахарный диабет, бронхиальная астма, некоторые заболевания суставов, ну и другие заболевания, которые влияют в целом на организм, в том числе на восстановительный период в послеоперационном периоде. Все-таки все в организме связано, нужно это учитывать. Очень важный момент, что касается у нас женщин, оперативное лечение, операцию лазерной коррекции мы не рекомендуем делать, если в течение года после проведения лазерной коррекции планируется беременность. Почему? Потому что в организме во время беременности у нас происходят гормональные перестройки. И вот эти гормональные перестройки могут неблагоприятно сказаться на восстановлении той ткани, на которую мы воздействуем лазером. В результате можем получить определенные проблемы. По крайней мере, риск их будет выше. И то же самое касается периода после родов. То есть мы не рекомендуем делать операцию в том случае, если у вас с момента окончания лактации, то есть когда у вас перестало образовываться молоко, не прошло еще полгода-год. То есть вот в эти промежутки мы, конечно же, в операции откажем. Таким образом, врач предупреждает обо всех этих рисках. Да. И вообще обо всем предупреждает пациента. Да. Полностью дает информацию пациенту о том, что это за процедура, как она проводится, как она технически выглядит, какие прогнозы, какие последствия, какие осложнения и как вы себя будете чувствовать в послеоперационном периоде. Мы даем еще пациенту брошюру, чтобы он дома все внимательно это прочитал. То есть там вот выжимки из разговора. И дальше уже пациент говорит, все, я все прочитал, я вас услышал, вы мне все подробно объяснили, на операцию я согласен. Угу. По поводу гарантий. Учитывая, что, допустим, на глазах есть вот эти вот минус семь, минус восемь. Конкретные примеры можете привести, как у вас было, то есть насколько улучшилось зрение пациента после операции? Ну, давайте сразу начнем со страшного слова гарантий. Значит, к сожалению, мы в медицине этого слова никак не приемлем. Вот. Потому что если бы все зависело от нас... Все были бы здоровы. Все были бы здоровы, и мы были бы уже, ну, извините, не людьми. Угу. Вот. Вот. А сами понимаете, кем. Вот. К сожалению, да, как минимум в процессе у нас участвует три важных больших составляющих. Это хирург, это то, чем хирург оперирует, и это организм пациента. Угу. Вот. К сожалению, мы можем отвечать в первую очередь. Что мы гарантируем пациенту? Это соблюдение технологий и правил. Мы можем в какой-то степени отвечать за то, чем мы оперируем, за оборудование, за расходные материалы, которыми мы пользуемся, потому что мы их выбираем, мы их проверяем. Они все сертифицированные, проверенные, вопросов нет. Но вот как организм отреагирует? К сожалению, организм индивидуален. И важен ведь еще, насколько им подходит самого пациента, насколько он внимательно будет следовать рекомендации. Да. То есть соблюдение рекомендаций, соблюдение режима, соблюдение режима наблюдения. Вот. Поэтому вопрос часто возникает, а какие гарантии? Гарантии мы, к сожалению, не даем. То есть мы ту часть, за которую отвечаем, то есть все, вот она у нас в договоре прописана, то есть это все наше, это все наше. Вот. И там же оговорены, так скажем, особенности течения какие-то, которые могут на результат повлиять, на которые мы, к сожалению, никак не повлияем уже. Вот таким образом. А дальше момент какой? По результату, если говорить, то есть результат, мы обычно пациентов ориентируем на тот результат, который мы имеем до операции в средствах коррекции. То есть вот если вы к нам пришли, вам подставили стекла, и вы с этими стеклами увидели сто процентов, мы говорим пациенту, что мы с вами будем стремиться к тому, чтобы и надеяться на то, что у нас с вами после операции зрение будет вот близко к тому, что у нас с вами было до операции, но в очках. Другой вопрос в том, что качество зрения без средств коррекции, оно меняется, потому что предметы, как правило, укрупняются. Вот. Поэтому и качество зрения меняется, ну и сам факт того, что не приходится ни контактные линзы одевать, ни очки, вот он тоже, конечно, значение имеет. Конечно. Конечно. Итак, как проходит сама операция, какая необходима подготовка к ней? Пациент в обязательном порядке сдает анализы, мы готовимся как к операции. У вас это тоже происходит? Нет, у нас лаборатории нет, поэтому пациенты... То есть это без исправки? Сейчас у нас, так скажем, лабораторных условий по городу до и больше. Вот. Приносят анализы, мы смотрим, осматриваем обязательно пациента перед операцией. Если все хорошо, все спокойно, вот, то мы идем в операционную. Длительность операции на один глаз занимает порядка десяти минут. Вот делается все под местным обезболиванием, без всяких уколов, безо всего. То есть пациент находится в сознании? Пациент, да, находится в сознании. То есть ради десяти минут тут ничем, как говорится, его усыплять не надо. Абсолютно. Плюс там есть определенные этапы, которые требуют в обязательном порядке контроля со стороны пациента, чтобы он смотрел туда, куда положено. Это именно воздействие лазера. Вот подготовительные этапы непосредственно само воздействие лазера обычно ограничивается временными параметрами. Ну, до одной минуты это максимум. Это уже при высоких степенях близорукости. Все в зависимости от метода, который мы используем, в качестве подготовки непосредственно к лазерной коррекции. Вот либо контактная линзочка одевается защитная после вмешательства, либо ничего не одевается. Все, и пациент встает, немножко отдыхает, идет домой. И что? А дальше мы... Не-не-не, что. Потом идет длительный период наблюдения, оценки результата, коррекции лечения. То есть на этом все не заканчивается. Поэтому у нас основной момент в разговоре пациента перед операцией, это то, что операцией все не ограничится. Так, а что дальше? То есть еще предстоять будет наблюдение. В течение какого времени? В зависимости от метода, на сегодняшний день два основных метода, которые используются, отличаются они подготовкой поверхности глаза к воздействию лазера. Ну, ограничимся только названиями, наверное, не вдаваясь в технические подробности. Это метод ЛЭСИК и метод ФРК. Вот рефракционная кератектомия. Вот от этого зависит то, как будет протекать после операционного периода, как долго и как часто надо будет наблюдаться, как долго придется закапывать капли после операционного периода. Ну и тоже, так скажем, особенности процесса. А на сколько в среднем пациент лишается возможности осуществлять свои трудовые деятельности? Ситуация какая? Поскольку, из чего мы начали разговор, процедуры не лечебные. Вот, по большому счету мы предупреждаем пациентов о том, что на неделю, на две вы все-таки из рабочего процесса выключитесь. На стандартный отпуск. Да, либо отпуск. Вот, ну если уж, как говорится, видим какие-то особенности, то больничные листы даем. Потому что после ФРК иногда там жалобы бывают достаточно выраженные. Видим, что люди работать не могут. Но больничные листы даем для того, чтобы они пришли у нас, пациенты, в себя. И уже потом начали работать нормально. Восстановительный период занимает, как правило, от недели до двух после операционной. Это острый такой восстановительный период. Но потом идет процесс стабилизации. Пациентов мы наблюдаем до полугода, до года. В зависимости от технологий, которые применяли, в течение этого времени что-то меняться может, связанное с операцией. После этого срока уже, если какие-то изменения пойдут, то уже связи с операцией это никакой иметь не будет. Значит, там уже все своим ходом пойдет в соответствии с возрастом. Хорошо. Ну что ж, на данный момент пока все, о чем мы с вами успеваем поговорить. На самом деле удалось только нам осветить, я думаю, что в значительной степени тему близорукости и способов хирургического лазерного вмешательства в этот процесс остановления и улучшения зрения с помощью лазерной коррекции. Мы очень ждем, Алексей Анатольевич, вас еще с другими темами, потому что мы с вами хотели изначально осветить и катаракту, и глоукому. Все важные процессы, важные темы для нашей аудитории. Поэтому ждем вас еще. Спасибо вам большое за очень подробный рассказ. Больше знаем, да, еще раз обращу внимание, что возможно делать подобного рода операции с 18 до 40-45 лет. Поэтому затягивать в любом случае не стоит. Коррекция зрения очень важный момент, который может очень пригодиться в будущем. Отмечу, что говорили мы сегодня главным образом лазерной хирургии, глазной хирургии, которая проводится в офтальмологической клинике «Созвездие». Адреса на заводе – это «Профсоюзная 7А» и «Казанская 86». Номера телефонов для консультаций – 21 50 11 41 62 63. А в гостях у нас сегодня был главный врач офтальмологической клиники «Созвездие», врач-офтальмолог высшей категории, офтальмохирург Алексей Замыров. Спасибо, Александр Анатольевич, еще раз. Нам спасибо. Будьте здоровы. Спасибо. Всем здоровья. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.